Здравствуйте, меня зовут Антон и я администратор 3G-info.ru Не так давно я снимал обзор на роутер, который лежит у меня на столе, это Yota Mania И созваниваясь с декером по Viber, он сказал, что пользователи 3G-info о возможности разложки узнают первыми И так вот, рады анонсировать совместно с вышеупомянутым порталом unlocklab.ru Мы запускаем разблокировку данного роутера и сейчас приступим Давайте без лишних слов Переходим на текстовую инструкцию, она написана прямо под товаром на плате.ру Здесь всего лишь 9 шагов, рекомендую вам ее также прочитать Или посмотреть то, что вы сейчас видите на своих экранах Нам нужно скачать 3 вещи, это Manny Reader Tool, Driver Qualcomm и Manny Unlock Tool Я их скачал, распаковал, вот они у меня есть Поэтому дальше нам нужно запустить Manny Reader Tool Запускаем И первое действие нам надо с роутером провести по Wi-Fi Поэтому мы включаем его Видим, что роутер включился И подключаемся к нему по Wi-Fi Сеть должна называться 3G Info В моем случае Подключаемся Вводим пароль Видим на роутере, что он подключился Горит единичка И на всякий случай проверяем, чтобы по адресу 10.0.0.1 Отдавалась страница Как мы видим, она грузится И роутер видится И поэтому нажимаем кнопочку Connect Вывод такой же, как у нас в товаре И роутер надо перезагрузить Для этого мы нажимаем на кнопочку Reboot И пошло окно с пингом Это сделано для нашего удобства И после того, как он перезагрузится У нас будет доступ также к веб-интерфейсу После этого нам нужно скачать Драйвера Qualcomm И запустить файл драйвера Installer Давайте это сделаем Файл я уже скачал Находим драйвер Installer И устанавливаем Драйвера установили И давайте убедимся, что роутер перезагрузился Подключимся снова к нему по Wi-Fi Так как Windows не всегда Сможет восстановить подключение сама Роутер снова отзывается По веб-интерфейсу И переходим К пятому шагу Убеждаемся, что он перезагрузился У нас есть доступ к интерфейсу И шестой шаг А точнее седьмой Подключаем его по USB Я буду делать это Внешним кабелем Можете ватнуть Тупо напрямую его Используя ротатор Подключили роутер Не обращайте внимания Что индикатор не горит синим Так как я нахожусь Вне зоны покрытия йота Я разлачиваю его под МТС И давайте убедимся Что в диспетчере устройств У нас появился Компорт Алкотель USB Диак 902D Для этого я зайду В управление компьютером Там зайду в диспетчер устройств И вот в компортах Есть этот вышеупомянутый порт Давайте теперь Нажмем кнопку Детект Обращаю ваше внимание И не зря эти кнопки покрашены Действие 3 и 4 Выполняется Когда роутер подключен Именно по USB После этого выбираем Компорт Который светится В диспетчере устройств В нашем случае это Компорт Компорт Он уже выбран И нажимаем Read Вот мы получили Encrypted блок Именно С его помощью Мы разблокируем Наш роутер Кодом Нам нужно приобрести товар Где мы читаем К нему описание После этого Запустить Мэни Unlock Tool И Разблокировать Этот самый роутер Приступим к покупке Я буду оплачивать С телефона МТС Соглашаемся с правилами Нажимаем Купить У нас Спросят номер телефона Адрес электронной почты И Вести код с картинки После этого К нам на мобильный Телефон Придет СМС Сообщение Иногда оно может задерживаться Это в принципе нормально И вот Пришло сообщение С номера 6996 И для подтверждения Оплаты Нам нужно отправить Любой текст Я напишу слово ОК И отправлю его И как мы видим Страничка самообновилась И нас просят Заполнить Следующие поля Это Адрес электронной почты Имей нашего модема Его можно скопировать Из программы ManyReader Tool И также Вышеупомянутый Encrypted block Именно на его основе Будет сгенерирован Код разблокировки Нажимаем Нажимаем отправить Нажимаем отправить И вот он Нам выдался Код разблокировки После этого Нам достаточно Сделать Следующее Это открыть Программу ManyUnlockTool Ввести В него Код разблокировки И нажать Старт Продолжение следует... Продолжение следует... Видим сообщение SimUnlockSax Ну что ж Надеюсь У нас получилось И теперь Давайте Проверим Работоспособность Для этого Я уже подготовил Сим-карту МТС Она стандартного Размера И давайте Мы из нее Сделаем Микросим Сим-карта Должна быть Обязательно ЛТЕ То есть Не старого образца Если сим-карта Будет старая То ЛТЕ Просто не заведется Далее Мы Вынимаем Сим-карту Она спрятана Под USB Ротатором Нужно Подручным средством Аккуратненько Надавить Она Чуть-чуть Выскочит И После этого Такой не совсем Приятный момент Особенно Когда снимаешь Видеоролик В том Что ее Надо аккуратненько Вытащить Сейчас Мы попросим Это сделать Товарища Который Мне помогает Снимать И подсвечивает Фонариком За что Им большое Спасибо И вот Сим-карта Йоты Она Вынута И давайте Вставим Сим-карту Другого Оператора В моем Случа Это будет МТС И Видим Что Заморгал Даже Синие Индикаторы Более того Он даже Загорелся На всякий Случай Выключим И включим Его И Посмотрим Что нам Роутер Отдаст По Wi-Fi Я сейчас Выткну В 3G Модем При помощи Которого Я получал Интернет Подключусь К роутеру По Wi-Fi И Вот Мы видим Что роутер Подключен К МТС 4G Роутер Горит Ярко-синим Цветом Поэтому Давайте Убедимся Что Айпишник Действительно МТС Вот Мы видим 140 Гвард Шпрс МТС Рум И Давайте Сделаем Спид Тест До Ближайшего К нам Сервера Или Не До Ближайшего Пускай Он Будет Выбран На Основе Пинга Получили Почти 25 Мегабит Учитывая Что Я Нахожусь В Брянской Области И Тестируя Скорость Доказания Это Наверное Не Самая Максимальная Скорость Которую Можно Достить Сейчас Я Все Таки Попробую Выбрать Сервер Который Находится Поближе Ко Мне Ну Что Давайте До До Москвы До Мегафона Например Как мы видим King Сразу уменьшился ну а скорость изменилась на пару мегабит но учитывая что у Yota ограничение в 20 мегабит я считаю разблокировку успешной поэтому будем рады видеть вас в рядах наших клиентов если есть какие то вопросы спрашивайте в комментариях под этим видеороликом на ютубе также на сайте 3ginfo.ru в правом нижнем углу висит консультант на плате у продавца тоже можно спросить нажав сюда когда он онлайн будем рады видеть вас в рядах наших клиентов ну а с вами был Антон один из администраторов 3ginfo.ru совместно с порталом unlocklab.ru до скорых встреч